Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Аиша Тухаева. Болезнь 21 века. Та, что уносит человеческие жизни мгновенно, без надежды на выздоровление. Со все увеличивающейся частотой сталкиваются автомобили. Дагестан в этом плане лидирует. Дорожно-транспортные происшествия, ставшие уже привычными для слуха слова, это трагедия всего общества. Это личные трагедии людей, потерявших родных в авариях. Превышенная скорость проезда на красный свет, переход дороги в неположенном месте в час пик. Цена всему этому – человеческая жизнь. Но чаще – жизни и сломанные судьбы. В дорожно-транспортных происшествиях погибает много людей и зачастую детей. С начала текущего года на территории Республики Дагестан зафиксировано 1072 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 241 человек. Из них 27 детей. Ранено 1665 человек. Из них 202 ребенка. Таким образом, руководству управления ГИБДД, а также полка ДПС принято решение о проведении комплекса мероприятий на автодорогах Республики Дагестан, а также на территории города Махачкала. По выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей, нарушающих правила применения ремней безопасности, а также нарушающих правила обгона, то есть выезда на полосу встречного движения. На дорогах беспредел, так говорят все. Проскочить, обогнать, не оглядываться по сторонам – особенность не просто кавказского, но именно дагестанского менталитета. Группа пропаганды ГАИ регулярно проводит мероприятия по сохранению безопасности на дорогах. Исправить создавшуюся уже давно катастрофическую ситуацию пытаются духовные лидеры. Здесь важно помнить, что сложившаяся обстановка – это зона ответственности абсолютно каждого дагестанца. Если мы, что от нас зависит, сделаем, хоть на сколько-то процентов нам удастся сохранить жизнь людей. Они, если им суждено умирать, и так умрут. Пусть на постели умрут. Не повинны водителей, пьяных. Если не можешь быть хорошим, будь осторожным. Осторожность необходима не только в соблюдении нравственного поведения в обществе. Нужно всегда помнить, что в момент превышения скорости или при совершении других действий, которые могут даже гипотетически повлечь за собой жертвы, человек совершает грех. Всевышний Аллах возвеличил своего раба, то есть человека, над другими творениями. Наделил его разумом. Сделал так, чтобы починил другие творения человеку. Таким образом, Всевышний Аллах возвеличил человека. И более того, мы знаем, как ислам оберегает и защищает честь и достоинство мусульманина. Защищает его имущество, защищает его кровь. Защищает кровь, которая играет в жилых водителей, нарушающих правила дорожного движения, и пешеходов, перебегающих дорогу в неположенном месте, а потом эта кровь разливается по дорогам, причиняя невыносимые страдания семьям погибших. В деле урегулирования положения на дорогах отдел примирения при Муфтиятии Республики Дагестан имеет солидный опыт. Они работают над тем, чтобы смягчить ущерб от уже произошедшей трагедии. Иногда круглосуточно. Это скорая помощь во взаимоотношениях людей во время конфликтов. Отдел примирения за последнее время поступило с дорожным транспортным происшествием. Для Маслята 8 семей. 8 случаев было, из них 7 решено, 1 не решено. Часто, конечно, бывает у людей интерес, в каком состоянии был при наезде или столкновении водитель той или иной машины, чтобы дальше вести с ним какие-то, для примирения вести с ними переговоры. И большинство случаев бывает из-за неосторожности водителя или же переходной этой дорожки или на светофорах. Но большинство людей, например, при дорожно-транспортном происшествии, если нет алкогольного опьянения или же таблетки, если в трезвенном состоянии водитель, люди всегда сразу же идут навстречу и никаких претензий этих людей не имеют. Самые сложные в деле примирения случаи – это когда водитель находился в алкогольном или ином виде опьянения. Решают ее отдельную группу людей. А что делают водители? Опять проскакивают на превышенной скорости. Конечно же, когда человек нарушает правила дорожного движения, в первую очередь он подвергает риску себя. Если человек в этот момент погибает, имеется в виду, то ученые говорят, что это человек. Такая смерть считается самоубийством. Самоубийцы, которых мы видим каждый день на дорогах. Даже очень опытные водители, которые абсолютно уверены в том, что не попадут в ДТП, порой превращают дорогу в игру и становятся причиной подобных происшествий на дорогах, превращаясь в убийц. Ими становится и большое количество нетрезвых автомобилистов. В результате ДТП превратилось в чуму 21 века, бороться с которой должны все. Раскаяние, после которого принимается твердое решение больше не совершать грехов, не может быть слишком поздним. Ведь Всевышний прощает искренне раскаившимся, даже если он сделал это в последние мгновения своей жизни. И жизнь доказывает нам, что рано или поздно человек приходит к покаянию, иногда под гнетом несчастья, которые обязательно возвращаются к тем, кто творил злодеяния, иногда озарением души и сердца. Но покаяние – это итог многих человеческих деяний. О нем в следующем сюжете. Появившись на свет абсолютно чистым, подобно ангелу, ни один человек не может сохранить этого духовного совершенства на протяжении всей жизни. Уже начиная с подросткового возраста, мы несем ответственность за свои поступки. Среди грехов по значимости бывают большие грехи и малые грехи. Если человек остерегается совершения больших грехов, то по милости Всевышнего Аллаха прощаются и малые грехи. Но здесь очень важен такой момент, если имам Хазали Рахимула говорит, ты не смотри на то, что ты совершил маленький грех, ты говоришь, смотри на то, кого ты ослушаешься. Каждый человек должен совершать таубу, что в переводе с арабского языка означает «покаяние». В шариате же этот термин определяется как возвращение от грехов ко Всевышнему Аллаху. Ведь ежедневно все мы совершаем грехи, зачастую даже не осознавая их или просто не считая это недозволенным. Хасанник Аллаха говорит, «Аттайбу минадзамби» тот, кто раскаялся в грехе, «кама ла дзамбалагу» он подобен тому, который не совершал грех. Поэтому человек не должен отчаиваться в милости Всевышнего Аллаха. Каждый из нас совершает ошибки и совершает грехи, только пророки сохранены от грехов. Когда человек грешит, небо просит у Всевышнего разрешения развернуться и опрокинуться на этого человека. И земля молит от дозволения поглотить его. Но Всевышний Аллах говорит, чтобы они оставили его в надежде, что он опомнится и раскается в содеянном. В первую очередь сделать намерение оставить этот грех, который человек совершает, потом искренне покаяться в этом. То есть, с сожалением, пророк саля Аллаху а.с. говорит, печаль от греха — это и есть покаяние, чтобы он сожалел о том, что он совершил. И третий момент — это сделать твердое намерение больше к этому греху не возвращаться. Когда речь идет о грехах перед Создателем, то достаточно искренне покаяться, если на то будет воля Аллаха, покаявшийся будет прощен. Моля Творца об отпущении грехов за несовершенные намазы и пропущенные посты, нужно их возместить. Если человек, допустим, какой-то материальный ущерб нанес другому человеку, он обязательно должен возместить этот материальный ущерб. Или же, если этот человек простит его, то этого тоже достаточно. А если тоже совершил какие-то сплетни, он должен подойти к этому человеку и сказать, вот такую вещь я сказал за твоей спиной, и постараться сделать так, чтобы этот человек простил его. Происходит и такое, что человек после совершения каких-либо прикрешений считает свою душу потерянной, погрязшей в грехах, и что нет ему прощения. Если немножко замарался по колено в грязи, то почему бы не залезть уже по пояс? А если залезть по пояс, то уже можно и целиком залезть. И вот это очень важно, человеку понимать, что у него внутри всегда есть что-то светлое, чистое, на что нужно опереться, и что каким бы ни был его грязный, там, омерзительный поступок, он всегда может попросить прощения, да, у Всевышнего, раскаяться перед своей собственной совестью даже. Любой грех, независимо от его тяжести, требует покаяния. Совершить его можно до тех пор, пока душа не подступила к гортане. Всевышний Аллах в Коране сказал, смысл, поистине, Всевышний Аллах любит тех, кто часто раскаивается, и Аллах любит очищающихся. То, что помогает истеречься от греховного, с легкостью преодолеть трудности, излечить от болезней, чтение его сур помогает достичь высшей награды – рая. Его слова – это речь Аллаха. И обращаться с этой священной книгой следует самым достойным образом. В рубрике о работе отдела науки и образования при Муфтиятии Республики Дагестан мы расскажем о книге «Этика почитания священного Корана», в которой автор Хабибуллах Аль-Карахи собрал множество пунктов о том, как нужно обращаться с Кораном. Чтение Корана – одно из лучших деяний. Многих отправляют этому учиться еще с малых лет, потому что мусульмане знают, как важно уметь читать священную книгу. И самое главное – делать это правильно. Начиная с того момента, когда взял Коран в руки и заканчивая правильным прочтением букв. Об этике почитания священного Корана написано немало книг. Из них самыми известными являются книги Имама Нау и Имама Суеты. Имам Нау написал книгу «Тибян фи адаби хамалатил Коран», а Имам Суеты – «Аль-Иткан фи улюмил Коран». Но так как объем этих книг очень большой, и не каждый может их прочитать, житель селения Черкесии Курба Мухаммад, сын Амир хана, написал письмо ученому Хабибуллаху Аль-Карахи, чтобы тот написал ему основные этические нормы по отношению к Корану. И как пишет Хабибуллах Аль-Карахи в предисловии книги, он не ожидал, что его ответы будут такими большими, что в конце получится книга. Такое пристальное внимание ученые уделяли правилам обращения со священной книгой, потому что Коран – это речь Всевышнего Аллаха. И чтение речи Аллаха предполагает соблюдение определенных норм, которые следует соблюдать перед чтением, а также во время и после него. Нарушение этих правил может быть нежелательным, запретным и даже приводящим к неверию. По этой причине Умар-Ибн-Аль-Хаттабда, будет доволен им Аллах, сказал, «Разве не сказал ваш пророк, да благословит его Аллах и приветствует?» Аллах возвышает посредством этой книги одних людей и унижает других. И из уважения к священной книге автор описал то поведение, которого мы должны придерживаться в отношении нее. Хабибулла Аль-Карахи разделил книгу на четыре части. В первой части он приводит общие этические нормы по отношению к Корану. В второй части он приводит аяты и суры, которых желательно читать в определенных местах, в определенные времена. К примеру, какие аяты желательно читать перед сном, какие аяты желательно читать возле больного человека, какие аяты желательно читать возле умирающего человека и так далее. Также в книге описываются методы лечения больных аятами Корана, когда их пишут на бумаге или, например, на посуде, и воду из этой посуды дают пить больному. Рассказывается, какие молитвы нужно читать перед тем, как мусульманин открыл священную книгу и после того, как он закончил чтение. Еще автор пишет, какие аяты читают над умирающим или больным человеком, а какие перед сном. В разделе об этических нормах по отношению к Курану автор говорит, что нельзя трогать Куран без омывения, нельзя ставить Куран на пол, также нельзя ставить над Кураном что-либо другое, будь это четкий хлеб, соль или что-то другое. Книга «Этика почитания священного Корана» Хабибуллаха Аль-Карахи очень востребована и среди студентов, изучающих исламские науки, и среди ученых-богословов. Но не только в научной среде. Каждому мусульманину необходимо понимать, с каким почтением следует относиться к речи Всевышнего Аллаха. Книга есть в продаже в исламских магазинах. В рубрике «То, что нужно знать об исламе» мы продолжаем рассказывать о столпах ислама. И сегодня расскажем о пятикратной молитве, намазе. Ее составляющие, обязательные и желательные, как совершать их оптимальным образом, в каком состоянии должны быть одежда и внутренний настрой мусульманина. Смотрите далее. Мы говорили, что намаз является прямой обязанностью каждого мусульманина, то есть это поклонение Всевышнему Аллаху пятый раз в день. И немного расскажем о составных обязательствах намаза, то есть то, без совершения чего намаз будет недействительным. Самое первое и самое главное для вступления в намаз мы говорили об омовении, то есть без чего намаз является недействительным. И чтобы намаз являлся действительным, есть еще ряд обязательств, которые каждый до намаза и в самом совершении намаза должен совершить, чтобы его намаз засчитался действительным. В первую очередь это намерение человека для вступления в намаз, который имеет свои условия, то есть чтобы человек намеревался сердцем для вступления в намаз, чтобы человек знал, какой он намаз совершает, то есть сколько ракатов он делает и какой намаз он совершает. С этими условиями вступает человек с намерением сердца в намаз и следующей обязанностью является такбиратуль-ихрам, то есть это слова Аллаху Акбар для вступления в намаз. Затем же идет чтение суры Аль-Фатиха, это первая сура священного Корана, которую называют Умм-Уль-Кур'ан, то есть мать всего Корана. И прочитав эту суру, человек идет в поясной поклон. Когда после совершения поясного поклона есть стояние, которое также является обязательным, то есть с поясного поклона сразу идти в земной поклон не разрешается, и намаз будет нарушенным. После стояния, после поясного поклона человек идет в земной поклон, то есть то, что называется суджуд, земной поклон Всевышнему Аллаху, которых бывает два. И между этими двумя земными поклонами есть определенное время, которое человек должен сидеть, то есть задержка между двумя земными поклонами. Затем есть обязательство следующее, которое называется чтение Атахията, которое должно читаться два раз в намазе минимум, но для того, чтобы намаз являлся действительным, в последнем ракаате, в обязательном порядке, Атахият должен быть прочитан и должен быть прочитан в сидячем положении. Также является основной составляющей чтения салавата пророку, саллиллаху алейхима салям, то есть слова салавата мы знаем, их есть разное множество, и чтение салавата также является основной составляющей намаза. Также мы знаем, что намаз завершается саламом, то есть когда мы сначала в правую сторону, затем в левую сторону говорим слова ас-саляму алейкум ва рахматуллах, то есть слова приветствия, и с этим уже завершается намаз. И все то, что мы перечислили, это намерение, это вступление в намаз словами такбира, чтение суры аль-фатиха, это рукур, это поясной поклон и стояние после поясного поклона, это само стояние в намазе, это земные поклоны и сидение между ними, это чтение ат-тахиата, чтение салавата пророку саллиллаху алейхима салям, это салам, которым завершается намаз, и также вся эта последовательность должна соблюдаться по очередности. И в таком порядке, если мы будем соблюдать все эти правила, все эти основные составляющие намаза, наш намаз будет действительным, но с упущением хотя бы одного из этих основных составляющих наш намаз будет недействительным. Смотрите наши программы на YouTube на канале НМТ-ТВ. Наша программа подошла к концу. Мы желаем вам всех благ и духовных побед. До новых встреч на новой неделе. И только с хорошими новостями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok